Ё-моё, ты посмотри, как вообще задубасило витрину просто, каким же камнем надо было кинуть сюда. Разбитая витрина, отражение моего разбитого монтажа. Короче, ребят, сегодня такой формат. Выпался на улицу наконец-то, монтировал 100 лет, и сегодня хочу рассказать, почему на канал не выходит видео. Что-то прекрасное в моем городе еще осталось. Классная картинка, какой-то чел нарисовал. Сомневаюсь, что в реальной жизни она бы так обнимала весу, но всегда хочется верить, что это может произойти. Ребят, ребят, на канале, короче, не выходит видео по Final Cut. Блин, подожди, не слышу ни хрена. Короче, на канале не выходит видео ни по Final Cut, ни по чем-то другом, и сегодня хочу рассказать, почему это происходит. И это происходит не потому, что там что-то какая-то бычка с Ютубом, и не потому, что Ютуб отключил у меня партнерскую программу. И Epidemic Sound мне больше не платит денег за каждого подписчика. Это, конечно, было же не лишним, но все равно немного жалко. Но это не причина из-за того, что на канал ничего не выходит. Вот сегодня решил выйти, пройтись, наконец-таки, потому что, короче, монтирую уже несколько дней. Каких дней? Почти месяц, наверное, я уже монтирую. Две, почти три недели, да, я монтирую выпуски о том, где я был месяц назад. Целый месяц была экспедиция. Об этом тоже у меня есть план рассказать на канал, потому что это, я думаю, что кому-то будет интересно. Так вот, короче, основная причина, почему я не выпускаю видео. Потому что место, в котором я писался, это моя студия, да, я называл это творческое пространство, в котором я был. Где вы могли видеть все мои выпуски по Final Cut, и не только по нему. А его больше у меня нет. Классное было место. Здесь я и в покер начинал играть, и перестал играть, и начал вести свои первые блоги какие-то по монтажу отсюда, с этого места. Какие-то записи. Классная квартирка, конечно, была. Все, его больше никогда уже не будет, такого места. И сейчас я нахожусь, временно проживая в другом месте, где я, короче, не могу сделать ни студию, ничего там, не организовать своего пространства. И мне очень сложно оттуда выпускать какие-то полноценные видосы по Final Cut. Для этого, наверное, я завел Телеграм, и мне показалось это очень удобно. Кстати, странно, почему я раньше этого не сделал. В третьем подъезде там щит электрический, и может короткнуться. И прямо в него затекает? И прямо в него, да. Ну, зайдите, посмотрите. Парадоксально, что когда люди видят человека с камерой, у них ощущение, что он и может чем-то помочь. Извините, я не могу помогать всем, лужу я не уберу. Живите с лужей. Сегодня полдня, в общем, залюпаю в один курс, который я недавно скачал. Не могу им поделиться, не спрашиваю, почему. Называется The Art of Trailer. Это как создавать трейлеры из готового фильма, продукта. Как это делают в Голливуде. Какие фишки используют, какие звуковые всякие, ну, интересные моменты. Как композировать основную мысль, как выразить. Так вот, короче, наткнулся там на одну интересную вещь, которую тоже можно делать в Final Cut. И сегодня хочу рассказать, как это делается. Я, если честно, всегда... Это касается звуковых дорожек и синхронов. Я сейчас очень плотно работаю с синхронами, корреспондентов, там, интервью и прочее, под которые я подкладываю музыку. Раньше, что я делал? Я занижал музыку до минус 20 дБ, и как бы все было окей. Сейчас я просто открыл для себя какое-то... Ну, просто открытие для меня стало. Я, естественно, захотел с вами поделиться. Это, короче, что можно при помощи эквалайзера убирать частоты, которые есть в голосе, занижать их. И из-за этого, короче, музыку можно громкость не понижать, а просто понижать частоты. Я просто офигел, если честно. Это так круто. Блядь, мужу попал. Я бы твою мать. Так, ребят, что я хочу сказать-то, вот имея в виду использование эквалайзера во время голоса и звуковой дорожки. Если ты очень часто работаешь с говорящими головами, с корреспондентами, либо ты сам что-то рассказываешь, и при этом ты используешь музыку с звуковой дорожкой твоего голоса, то тебе необходимо послушать мою киллер-фичу, которую я узнал из курса про создание трейлеров и тизеров. Дело в том, что вот сейчас для этого я добавлю эквалайзер. Короче, накидываем его именно на трек, не на голос говорящего, а именно на музыку, потому что все манипуляции мы будем делать именно с треком. Итак, открываем его. Вот здесь вот такая штука по дефолту, которая... И здесь нужно нажать кнопку аналайзер, для того, чтобы мы могли видеть схему того, что будет происходить во время проигрывания. Короче, вся суть этого вопроса в том, что голос человека, все частоты речи человека находятся в диапазоне от 1 кГц до 5 кГц, то есть вот в этом квадрате. И музыка, когда ты добавляешь музыку, она как бы переполняет весь частотный спектр, в том числе и вот тот, который находится в диапазоне от 1 до 5 кГц. Немножко путанно объясняя, потому что я еще сам не владею вопросом, я просто в курсе посмотрел, как чувак это объясняет, и запомнил, сейчас пытаюсь рассказать это тебе. Нам нужно все вот эти частоты, которые находятся от 1 до 5 кГц, просто понизить до минус 18, то есть вот примерно здесь. В данном случае, для того, чтобы использовать музыкальную дорожку с голосом человека, да, с синхроном, мы просто убираем в звуковой дорожке те самые частоты, которые присутствуют в голосе человека. Хух! Закончил! Вот, вот так. До минус 18 убираем и слушаем, что получается. Слышишь, мы как бы слышим и человека, и слышим и музыку одновременно, причем, что громкость музыки я не убирал. Я вот это подчеркиваю очень внимательно. Не занижаю громкость музыки до минус 20, как мы это обычно делаем. Вот давай сейчас я уберу вот здесь галочку с Channel EQ, и у нас останется голос как есть. Говорит, что мы просто пустили красоту. Вот это она на полной громкости. Как бы я делал, если бы я этого не знал? Я бы вот здесь в волеуме просто понизил бы до минус 20, и послушай, что происходит. Так, каждый, кого мы встречаем, говорит, какую мы пропустили красоту. Дело в том, что после пург... Здесь как бы хочется сделать музыку погромче, чтобы ее было тоже слышно. Это недостаточно круто, как оказалось. Хотя я все время использовал так. Но теперь, когда я об этом узнал, да, посмотрел вот этот курс, мне там просто открыли глаза. Ставим галочку обратно. Идут до тыму, а так. Каждый, кого мы встречаем, говорит, какую мы пропустили красоту. Дело в том, что после пург... Смотри, для того, чтобы каждый раз вот это не делать, каждый раз не добавлять эквалайзер к треку, мы просто можем сохранить этот пресет. У меня он уже сохранен, я показываю, как это сделать быстро. Здесь нажимаем кнопку Save Effect Preset. И здесь я там набираю для синхронов, например. Для синхронов. Синхроны это, короче, вот такая вот штука там. Стендапы с корреспондентами или когда мы у кого-то берем интервью. Нажимаем кнопку Save, и он у меня появляется. Я добавил его, чтобы у меня был в эквалайзере. Вот он, он. И в следующий раз, когда я захочу перекрыть кого-то треком, я просто возьму и перенесу его на аудиодорожку сюда. И все будет окей. Это вот то, что я хотел сегодня тебе рассказать. Вторая причина, почему нет на канале видосов до сих пор, это то, что у меня сейчас овер до хрена монтажа. Я сейчас на самом деле даже ничего не снимаю, потому что ну просто капец. Мне нужно выдать там с этой экспедиции 6 серий. Каждая серия хронометражом от 10 до 15 минут. Все они идут по монтажному листу. Что такое монтажный лист, я никогда не знал и никогда не работал с корреспондентами. На самом деле это очень упрощает задачу, но в то же время возлагает на тебя гигантскую ответственность, потому что, потому что, короче, нельзя обосраться. Я думаю, что на канал все равно будет появляться видосы, потому что в телегу, например, не сделать какой-то длинный формат, потому что ты хрен загрузишь вообще в телеге такой видос. Хотя странно, почему я раньше этого не сделал, потому что ты можешь, короче, какие-то свои мысли или короткие какие-то советы выдавать непосредственно от вам сразу же, зрителям, которые меня смотрят. И это очень круто, что, кстати, в телеграм-канал столько людей ринулось. Это классно, конечно. Поэтому как бы YouTube остается. Просто на него нужно больше времени, чтобы выпускать видео. Реально. Мотивация есть и все такое. YouTube мне нравится заниматься. Особенно нравилось, когда я Epidemic Sound платил. Это было, конечно, прикольно. Сейчас эти времена ушли. Я думаю, что даже YouTube, если вдруг, не дай бог, его все-таки заблочат, то, ну, что, есть VPN. Все сейчас уже, как бы, этим нормально пользуются. Это рабочая тема. Почему бы и нет? В конце концов, есть, типа, целые браузеры, типа, Тора. Помню, что-то было времена, когда я катал в карты мощно, и покер запретили в России. И я вот пользовался только Тором, извините. И VPN. Как бы все покеристы так делали. Не знаю, никаких проблем не было. Короче, ребят, YouTube-канал продолжает жить. И я хочу, чтобы ты оставался быть на него подписанным. И более того, я хочу, чтобы ты прямо сейчас подписался по ссылке в описании, в телеграм-канал. Там я чаще на связи. Там мне можно непосредственно что-то писать, задавать какие-то вопросы. Там же и группа. Там может тебе кто-то что-то ответит, если не я. Там я выкладываю все, все свои мысли, которые мне приходят в течение дня в голову. Это советы по монтажу, это плейлисты, это какие-то звуки, это мои любимые видео, это мои видео, которые я снимаю. В общем, все, что можно выложить быстро-быстро, посмотреть, закрыть и пойти дальше заниматься своими делами. На этом все. Быстрого тебе монтажа, хороших удачных кадров. Больше монтируй, больше снимай. Пока.